Всё, чего касаются итальянцы, превращается в итоге в произведение искусства. Одежда, мебель, автомобили, архитектура – всё у них получается безупречно. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения исполнения. И к тому же они не привыкли экономить на качестве материалов. Если уж и делать что-то, то пусть это будет совершенным во всех отношениях. Столь же изящно в эстетическом плане и с таким же уровнем перфекционизма они решают инженерные задачи. Живой пример этому из нашей индустрии – компоненты Audio Analog. Знакомиться с ними в деталях начнём с усилителя Maestro Anniversary RR. В линейке Audio Analog существуют три серии – Pure AA, Anniversary и Absolute. Pure AA – это мини-компоненты. Absolute – это самые топовые аппараты, разработанные не так давно. А Anniversary – это современное прочтение классических моделей. Первая версия Maestro появилась в 2001 году как усилитель класса High-End, базирующийся на технологиях и схемотехники усилителя Puccini – того самого первого усилителя аудиоаналог, благодаря которому компания получила мировое признание на выставке CES в Лас-Вегасе в 1996 году. Это современная версия Maestro. Она была создана несколько лет назад. Классическая конструкция образца 2001 года реализована с применением более качественных комплектующих, а модификация с буквами RR получила ещё и резисторный регулятор громкости вместо обычного потенциометра. Ну и, конечно, итальянцы освежили внешний вид усилителя. Куда же без этого? И раз уж мы затронули тему конструкции и технологий, сразу же перейдём к виртуальному туру по внутренностям аппарата. Усилитель Maestro изначально создавали как усилитель класса High-End, а в High-End, как известно, действует принцип качества звука любой ценой. Поэтому ещё тогда, в 2001 году, разработчики решили взять свою лучшую схему из усилителя Puccini и придать ей балансный вид. Балансная схемотехника — это фактически два обычных небалансных усилителя, включённые зеркально. И получается, что для создания одного Maestro деталей понадобится как на два усилителя Puccini. По тому же принципу, не считаясь с расходами и трудозатратами, реализован блок питания с двумя большими тороидальными трансформаторами, имеющими кратный запас мощности. Разработчики в принципе не экономили, одни только радиаторы чего стоят. Они, кстати, не только красивые, но ещё и высокоэффективные. Отводят от транзисторов тепло и рассеивают микровибрации. Современную версию Maestro Anniversary RR создавали специалисты лаборатории Airtech. Это выделившееся в отдельную компанию инженерное подразделение Audioanalog, которое, помимо прочего, производит продукцию и под собственным брендом. Так вот, то, что мы видим сейчас — это усилитель Maestro, доведённый уже до высшей степени перфекционизма. Простой пример. Качество работы балансной схемы в значительной степени зависит от класса точности комплектующих, из которых она собрана. Чем меньше отклонение от номинальных значений, тем чище и точнее будет воспроизводиться звук. В Maestro Anniversary RR используются прецизионные резисторы военной приёмки и прочие комплектующие повышенного класса качества, а часть конденсаторов изготавливается по спецификациям Airtech. Одна из особенностей схемотехники Audioanalog, появившаяся ещё в усилителе Puccini, это отсутствие обратной связи и в усилителе мощности, и в предварительном каскаде. Стабильность работы в этом случае обеспечивают следящие схемы, которые корректируют режимы транзисторов в том случае, если они отклоняются от номинального. Благодаря высокому качеству комплектующих и улучшенной схемотехники современная реализация Maestro работает исключительно стабильно, а следящие схемы активируются лишь на нижних частотах, десятые доли герца, далеко за пределами слышимого диапазона. Схема предварительного усилителя несколько отличается от той, которая использовалась в модели Puccini. В Maestro после реле, отвечающих за коммутацию входов, установлены дополнительные буферные каскады, работающие в классе А. Они защищают основную часть схемы предварительного усилителя от перегрузки и улучшают согласование с источниками сигнала. В версии RR регулировку громкости обеспечивает резисторно-релейный регулятор. Это аналоговая схема, в которой уровень сигнала меняется ступенчато с небольшим шагом за счёт комбинирования резисторов с разным сопротивлением. Для переключения резисторов используется большое количество реле, управление которыми осуществляется с помощью пульта ДУ или вращающейся ручки, расположенной на фасаде устройства. Такой регулятор громкости более прозрачен для полезного сигнала, чем потенциометр, и не искажает его исходную форму, как цифровой регулятор. И к тому же он обеспечивает идеальный стереобаланс. Для того, чтобы максимально раскрыть потенциал фирменной схемотехники, в усилителе Maestro Anniversary RR задействованы и вполне типовые решения, часто применяемые в хай-энд устройствах. Конструкция представляет собой чистое двойное моно с раздельными трансформаторами и полностью независимой сигнальной частью, не имеющей общей земли. Это фактически два усилителя, находящиеся в одном корпусе, о чем недвусмысленно напоминает дизайн передней панели. Для минимизации помех блоки питания, предварительные усилители и усилители мощности представляют собой отдельные секции, располагающиеся на расстоянии друг от друга. Дорожки печатных плат имеют увеличенную толщину, а там, где сигнал идет по проводам, используется бескислородная монокристаллическая медь OCC с частотой 7 знаков после запятой. Одним словом, перфекционизм в чистом виде, чтобы ни один полезный электрон не потерялся по дороге и никаких искажений в сигнале не возникло. В результате такого подхода рабочие характеристики получились не совсем обычные. Диапазон воспроизводимых частот заявлен от 0 Гц до 90 кГц, что обещает по-настоящему глубокий бас. Внутреннее сопротивление усилителя на выходе составляет всего 0,2 Ом. А чем ниже эта цифра, тем выше коэффициент демпфирования, и тем лучше будет контроль акустики. 8-омная нагрузка получает от Маэстро по 150 Вт на канал, а на 4-омной нагрузке выходная мощность достигает 300 Вт. Более низкий импеданс тоже поддерживается. Для 2 Ом выходная мощность будет по 500 Вт на канал. С функциональностью у Маэстро Аниверсари РР всё предельно просто. Это стереоусилитель, имеющий 5 входов. Три несимметричных и два балансных. Схемотехника внутри, как я и говорил вначале, полностью балансная, начиная от входного буфера. Больше ничего лишнего в конструкции усилителя нет. Никаких фонокорректоров, ЦАПов и прочего. Потому что в хай-энд нет никакого смысла делать что-либо сложнее вот такого интегрированного усилителя. Всё остальное в любом случае будет в виде отдельных компонентов. Те же ААФОНА и ААДАК вполне могут подойти. Из нюансов хотел бы отметить оригинальные акустические клеммы, позволяющие по-взрослому прижать лопатки. Так, чтобы удержать даже самый массивный кабель. Ну и самое главное. Крупная надпись Made in Italy. Все люксовые итальянские вещи делаются в Италии. И аудиоаналог в этом плане не исключение. Для того, чтобы оценить потенциал усилителя Maestro Anniversary RR, в шоуруме Huge Sound мы собрали систему с новой акустикой Wilson Audio Alexia V. Настолько новой, что даже заводскую упаковку целиком ещё не сняли. Впрочем, слушать она не мешает. И первоначальный прогрев эта пара уже прошла. В роли источника выступил уже знакомый нам универсальный проигрыватель Metronome Aqua 2, который этой осенью успел получить заслуженную награду на Hi-Fi Hand Show 2024 в Москве. Прослушиваний было много в других связках в том числе. Но в итоге эту признали оптимальной. Метроном добавил в звучание теплоты, мягкости и мелодичности. Вилсоны обеспечили драйв и высокое разрешение. А Maestro буквально наполнил всю систему жизненной энергией. Сразу хочу отметить, что данное сочетание получилось вполне универсальным в плане музыкальных жанров. Современная электроника, классический и авангардный джаз, рок, блюз, акустическая музыка звучат настолько же великолепно, как классика и оперные арии, в воспроизведении которых аудиоаналог всегда был превосходен по умолчанию. В данном случае обратиться к симфоническим классическим полотнам имело смысл ради того, чтобы оценить весь потенциал системы и усилителя в частности. Именно масштабные записи классической музыки помогают прочувствовать превосходную макродинамику, которая позволяет ощутить себя сидящим не на диване в шоуруме, а в партере концертного зала. К тому же способствует великолепно прорисованная сцена с точной локализацией и пугающе достоверным масштабом. Благодаря высокой прозрачности усилителя и отличной микродинамике прекрасно звучали самые тихие моменты, что сохраняло эффект присутствия и атмосферу записей на протяжении всего прослушивания. По способности максимально естественно и живо отрабатывать самые тонкие интонации и оттенки звуков, маэстро ничуть не уступает лучшим усилителям, работающим в классе А. При этом звучание низа получается очень мощным, плотным, быстрым, как у лучших представителей класса А-Б, к которым он на самом деле и относится. Сложная электронная музыка с многослойным басом и суббасом раскрыла истинный потенциал усилителя в низкочастотном диапазоне. Он безупречно контролировал басовую секцию Вилсонов, в каждой из которой стоят по два излучателя, калибра 8 и 10 дюймов. Все ноты, даже экстремально глубокие, были очерчены максимально точно. Они не размазывались и не выходили из-под контроля. Что касается джазового контрабаса, весь его диапазон звучал достоверно и чётко. Это говорит о том, что усилитель не испытывает ровным счётом никаких затруднений, с выдачей необходимого количества энергии на любой частоте. Главное впечатление от работы усилителя – невероятная лёгкость, с которой он справляется с любым материалом – от диско и хип-хопа до фриджаза и оперы. Ещё один аспект звучания, который неизменно считывался на любой музыке – это исключительное внимание к деталям, без ухода в аналитичность и препарирование материала. Это давало возможность с одинаковым удовольствием слушать записи разных эпох и разного качества. И третья характеристика – максимальная прозрачность. Maestro Anniversary RR не создаёт выраженной окрашенности и помогает раскрыться как акустике, так и источнику. Подведём итог. В очередной раз практика показала, что перфекционизм в хай-энд – это не избыточность, а вполне рабочая схема, дающая результат. Тщательная проработка схемотехники, подбор комплектующих, внимание к абсолютно всем деталям, способным повлиять на звук, ручная сборка в Италии с тщательным тестированием и настройкой каждого экземпляра обеспечивают невероятно прозрачное, динамичное и выразительное звучание. Получить такую точность проработки тембров и настолько роскошное воспроизведение симфонической классики, не доводя до совершенства всю конструкцию усилителя, просто невозможно. В итоге мы имеем инженерный шедевр, на котором отлично звучат шедевры мировой музыки. Главное – не ошибиться с выбором источника и акустики. А у меня на сегодня всё. До новых встреч!